Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня раз уж я говорила с вами о перцах, мы сейчас продолжим разговор на эту тему. И я немножко, прям коротенько расскажу о формировании кустов перца, формировать или нет перец. Вот этот вопрос у нас всплывает каждую зиму перед началом посева перца. Каждый год все люди интересуются, особенно новенькие. Они понятия не имеют, зачем это делать, нужно ли его формировать или нет. Я сейчас прям вкратце, но я скажу вам еще, что я на этой неделе выложила прошлогоднее весеннее видео о формировании. Я там показала несколько способов, но в том году я это снимала, когда у меня уже были перцы, вот такие кусты. И то, что люди смотрели в том году, они применить уже не успели. В этом году я выложила их еще раз пораньше, чтобы вот новенькие, кто вот только-только начал первый год или второй, выращивать перец, посмотрели эти видео и они подумали и решили бы, определили для себя, нужно им это или нет. И вообще стоит ли формированием заниматься или уж пусть растет так, как есть. Я сразу скажу, что даже многие опытные огородники, кто умеет это делать, вот как я, я знаю все способы, я все это умею, но я никогда это не делаю, потому что у меня много без этого работы и урожай так и так получается. И никто не измеряет, насколько больше он будет, если будет формирование. Или может быть его будет меньше. Вот у меня перца всегда и так много, если у меня его и так много, зачем я буду заниматься вот этими лишними процедурами. Это ведь формирование, за ним нужно следить, особенно если вот два ствола, которые высокорослые, если начнете формировать, там недостаточно один раз весной прийти, как вот прищипка верхушки некоторую делает, прищипнуть верхушку и все. Там надо этот лидирующий побег убирать постоянно, он нарастает, его убирать то же самое, как пасынковать томаты. Мне томатов вот так хватает. Я перца никогда не формирую, но люди, которые формируют и которые сторонники этого метода выращивания перца, они хвалят, говорят, что формирование перца помогает получить вроде как больший урожай. Я сейчас вам скажу, что перец можно формировать, можно нет. Без формирования он не погибнет, ничего с ним не сделается, он как томат не зарастет пасынками. Просто он будет другой формы, может быть будет другое количество плодов. Но способы формирования есть разные. Если вы хотите получить ранний урожай, можно несколько кустиков прищипнуть. Вот есть видео, формируем для получения раннего урожая. 20 сантиметров вырос, прищипываем, все. Пасынки показали, составляем 2-3, остальное все убираем. Вот это утоление лишней завязи, оно просто, как все силы растения, кидает на эти 2-3 пасынки. Оставляете 15-20 плодов. В верхушке прищипываете, все. Это самый простой способ формирования, для того, чтобы ускорить немного, чтобы оно не распылялось на 30 перчин, а чтобы эти 10-15, если вам надо. Вот такое формирование, я еще приветствую, там 5 кустиков раз-раз подщипнули, убрали лишнюю завязь, оно будет ускорено. Потом можно, есть формирование в 2 стебля. Я тоже видео сняла. В 2 стебля некоторые производители даже рекомендуют формировать перцы, которые вырастают 1,5 метра. Вы понимаете, если он 1,5 метра с человека, если еще у него ничего не убирать, он будет вообще как перечное дерево. Но я и даже такие не формирую. Я просто вот так вот его обхватываю всю веревкой, раз его к колышку. И вот все эти побеги, которые высотой с меня, и он весь-весь-весь в перчинках. Если он так дает урожай, что я там буду эти лидирующие побеги выискивать, выбирать, там какой оставить, какой нет, размышлять над этим. Мне это не надо. Но опять же, ну вы можете это делать. Есть опять же формирование, это вот для получения раннего урожая. Есть для получения обильного урожая. Это так же, они прищипывают, только оставляют много. Они кустятся тогда. Короче, если кто-то интересуется способами конкретно, на видео у меня есть. Вот прям за вчера, за позавчера, по-моему, я выложила 4 или 5 видео о формировании перца. Но если вы работающий человек, я сразу скажу, если у вас мало времени, но хочется вырастить перец, то поверьте мне, вам некогда будет ходить, выщипывать, подщипывать. Обычно люди как? Посадили перчик, подвязать куда-то, чтобы не ломались вот такие под тяжестью урожая. И все. Если у вас нет времени и вам некогда формировать, выбирайте перцы, которые не требуют формирования. Есть прям на пачках написано, не требуют формирования. И еще не все перцы нельзя формировать. Бездушно нельзя общипывать, прищипывать верхушки, потому что вы случайно можете прищипнуть верхушки, у которых букетное образование завязей. Есть вот прям написано, например, вот Винни-Пух, раннеспелый сорт. С букетным типом формирования плодов на вершине побега. Если вы вот такую рассаду посеете, она начнет расти, вы прищипнете макушку, вы уберете весь урожай в будущем. Все. У него букетное расположение и все будущие у него вот эти перчины, они собраны на макушечке, раз нет будущего урожая. Поэтому перед тем, как формироваться, начинать общипывать, прищипывать, нужно все-таки узнать. Еще не прищипывают все низкорослые, все карликовые сорта. Вот у меня Винни-Пух, там этот Венти-сорт. Они 30-сантиметровые, вот их не надо ничего делать. Он вырос до 30-ти сантиметров, он сам вот эти вот пасынки выпускает во все стороны и покрывается плодами. Нет времени, не хотите связываться с формированием. Покупайте вот такие сорта, которые низкорослые, которые не требуют формирования. Все. А вообще формирование, конечно, это не... Новичкам я даже не советовала бы начинать в первый год. В первый год вам достаточно будет пасынкования томатов, а когда вы уже год или два поворачиваете перцы, и когда вы теоретически изучите, например, какие сорта лучше формировать, есть сорта, написано вообще, что не требуют формирования, пасынки почти не образуют, и слабо облицеленные, можно выбрать такие. С этим связываться, с формированием советую тем, кто уже немножко как огляделся в огороде год-два-три, и уже что-то начал понимать, и тогда он подумал, посажу-ка я перец, который нужно формировать, за которым нужно смотреть все лето, на котором нужно считать количество плодов и побегов, тогда вот, пожалуйста, когда вы к этому будете готовы. Если у вас и так не хватает времени на дежурные такие процедуры, на прополку, на полив, на рыхление, тогда с формированием советую не связываться. Все очень просто. Есть возможность, есть желание, формируйте. Нет времени, и так пойдет. До свидания. Желаю вам всем вырастить много-много перцев, и кушать их только красные, желтые или оранжевые. То есть, научиться выращивать так, и подбирать сорта, и даты посева, чтобы наш перец успел вызревать в открытом грунте или в теплице, чтобы он приобретал характерную для себя окраску, а не кушать зеленые. Посмотрите нынешнее видео. У меня на улице, нынче в сибирском регионе, почти все перцы поспели. Хотя на улице я часто не высаживаю, я больше всего в теплице. Но нынче захотела посмотреть разные новые сорта, я их все почти высадила, почти все поспели на улице. Так что, если правильно посеять, если сорт подобран хорошо, можно и в сибирском регионе кушать красные перцы, желтые. До свидания. Желаю вам богатых урожаев.